Если в Брюсселе располагаются главные учреждения Европейского Союза, то во Фландре и Волонии заводы крупнейших фармацевтических фирм. В этих трёх частях Бельгийской Федерации вакцинация от коронавируса проходит медленнее, чем в среднем по ЕС. По состоянию на 23 февраля только 4,5% взрослого населения 11-миллионной страны получили первый укол. «Немного сюрреально и абсурдно, что вакцины, произведённые здесь, в Бельгии, быстро и легко попадают в Великобританию, Израиль и другие части мира», — говорит политолог Дейв Синарде. «А многим бельгийцам приходится дольше ждать прививки, чем жителям большинства других европейских стран». Причина неудачного хода кампании — это нехватка вакцин, а также различные технические и человеческие ошибки. Например, на этой неделе, когда в центр прививок на главном столичном стадионе были приглашены 11 тысяч медоработников, пришло только 3 тысячи. Бельгийцы не слишком доверяют вакцине Астразенека. «В Бельгии дополнительная трудность заключается в том, что вакцины закупают на федеральном уровне, а вкалывают их на региональном», — говорит научный обозреватель Колин Волтерс. «Это типичная бельгийская ситуация. Всем этим уровнем работать вместе не всегда легко». Волтерс освещает борьбу с коронавирусом на фламандском общественном телевидении. Он сказал Евронию, что Фландрия опережает другие регионы в так называемые гонки вакцин. У её жителей менее предвзятые отношения к той же Астразенека. «Скептицизм по поводу вакцинации — более серьёзная проблема в Брюсселе и Волонии из-за того, что они находятся под французским влиянием. А во Франции больше, чем в других странах, скептицизма в отношении вакцинации. Фландрия же равняется скорее на Нидерланды и больше верит в прививки. Но во всех регионах Бельгии много критикуют своих министров здравоохранения, которых девять. Политолог СНРД возлагает часть ответственности на руководство Евросоюза». «Это важно для европейского проекта. Политику по такому деликатному вопросу, как вакцинация, нужно постоянно улучшать на глазах граждан. Чтобы они и дальше поддерживали проект, им нужно давать чёткие ответы на вопросы о том, что пошло не так с этой вакцинацией». Еврокомиссия подписала несколько контрактов с крупными фармацевтическими компаниями, но Соединённые Штаты и Великобритания сделали это гораздо раньше, поэтому у них нет такого дефицита вакцин, а их распределение идёт лучше, чем по такой маленькой стране, как Бельгия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова